Огнестрел под контролем полиции. В Морел стартовала профилактическая операция гражданское оружие. Сотрудники Росгвардии совместно с участковыми проверяют соблюдение всех требований хранения оружия и патронов, а также документов, подтверждающих законность их владения и использования. Сколько единиц огнестрельного оружия находится в личном пользовании у жителей республики? И что грозит за нарушение их владельцам? Ответы в нашем материале. На сегодняшний день в личном пользовании у жителей Морел находится более 17 тысяч единиц огнестрельного оружия. За 9 месяцев текущего года инспекторами Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с участковыми проведено более 9 тысяч проверок. В результате за различные нарушения правил хранения и использования почти 500 единиц огнестрельного оружия, а также 2000 патронов были изъяты у владельцев. Цель проверок – недопущение противоправных действий на территории республики. На сегодняшний день оперативная обстановка по линии экстремизма и терроризма на территории республики Морелы города Ишкаралы остается стабильной и подконтрольной органом внутренних дел. Тем не менее, с учетом большого количества прибывших иностранных студентов, нами продолжается постоянная работа во взаимодействии с другими правоохранительными органами республики с целью предупреждения возможных конфликтов межнациональных, либо межрелигиозных и недопущения иных противоправных деяний экстремистской направленности и террористического характера. Полицейские республики – постоянные гости в образовательных учреждениях не только учащимся студентам и школьникам, но и педагогам. Специалисты рассказывают, как вовремя определить или распознать на ранних стадиях так сказать неправильное поведение несовершеннолетних с целью предупреждения дальнейших конфликтов. В общеобразовательных школах у нас на постоянной основе работают инспектора по делам несовершеннолетних. Они проводят профилактические лекции и беседы с учащимися о недопущении противоправных деяний, чтобы они не совершали никаких злостных преступлений, также с целью выявления деструктивной направленности учащихся, чтобы на ранних стадиях можно было распознать, как они себя ведут, и чтобы предупредить совершение ими противоправных действий. Сотрудники правопорядка напоминают, если вы заметили оставленную без присмотра сумку или любую другую подозрительную вещь у себя в подъезде или возле дома, самостоятельно осматривать ее ни в коем случае не стоит. Лучше позвонить своему участковому или в дежурную часть полиции. Безопасность каждого зависит и от бдительного отношения к соседям. Чтобы было безопасное поведение в плане самих жителей, чтобы они акцентировали внимание на лица, которые вызывают подозрения, если вдруг появляются они в подъезде или проживают, сами соседи обращали внимание, кто проживает с ними, допустим, на съемной квартире. Эта работа проводится также на постоянной основе. Там, где у нас есть сведения по гражданам, которые иностранные сюда прибывают и снимают жилье, безусловно, они проверяются также на постоянной основе, чтобы не допустить с их стороны никаких противоправных деяний у нас на территории республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова